Игнатий Тихонович, мир вам. С миром, Вячеслав Сергеевич. Хотел вам задать вопрос по недавнему происшествию. Вот праздник крещения, который произошел, уже по всему интернету есть. Давайте я поставлю, чтобы просто людям было тоже видно, когда будет ролик. Сейчас. Вот это произошло событие. Женщина пришла с детьми, с мужем, вот в праздник крещения. Вот тут даже видно, высечен в виде креста прорубь. И вот она прыгает. Ушла, ребята, ушла быстрее! Быстрее, все сюда! Все сюда! Туда, Юра, Юра, туда! Все, и... Там и дети кричат. Что только не произошло. Так ее еще и не нашли, все, она погибла. И в связи с этим у меня вопрос, Игнат Тихонович. Ну, это же не только один случай такой произошел. Это вот засняли на видео, а такое происходит каждый год. Где-то пьяный там, кто-то еще. Ну, умирают люди. Ну и вот тут она перекрестилась. Праздник крещения. Вот люди купаются. В церкви это как-то связано с христианством или нет? Что это такое вообще происходит? Никак. Это в чистом виде язычества. Крещения никакого здесь нету. Нет священника. Произношение слов, что крестятся. А люди думают, я вот искупаюсь, и с меня грехи каким-то образом все снимутся. Вот что тут есть. Только им всего. Глупости. Но они заканчиваются этим. Как будто священники же воду освящают. Ну и что? Ну, как бы, этим самым, может быть, они благословляют, чтобы люди купались? Не знаю. Нигде я такого не видел. В Писании нигде этого нет. Могут говорить, да. Им главное привлечь людей. Я думаю, через это они начнут в храм ходить. Тут это все может быть. Потому что Мамона захватил все. Я видел, как они освящают. Мы каждый год тут ходили. А нынче не было. Запретили это. Ведьмина замазка-то отодвинула. Тоже польза. Ну, а вообще, есть в этом какой-то... Вообще, какая-то польза. Это где-нибудь есть, кроме России, чтобы люди купались в проруби? Ну, в проруби купаются, но там льда нет. Купаются везде. Это Виордании. И каждый думает, что это есть. Это не знание Писания. Я ни разу не слышал, чтобы там баптисты купались или адвентисты седьмого дня, или свидетели сторожевой башни. Потому что у них в руках Библия. А эти люди ничего не знают. Все самостийно делают. И церковь, фактически, это благословляет. Идут крестные ходы, освящают, поют там, и знают, что сейчас будут о ней нырять. Их фотографируют. Вот у меня он, где о крещении говорится, на форуме. Там все видно. Ну, просто ничего нет. Там маленький треугольничек внизу между ног, и все. И мужики тоже. Ребенка маленького берут, за руки в воду окунают. Вот хорошее слово об этом говорит епископ Евтихий Курочкин. Он приводит там Булгакова, как это написано. Безумие другим словом нельзя назвать. Узаконенное беззаконие. Ну, все понятно. Понятно. Но вот эта женщина, которая прыгнула, ее смерть, это как самоубийство идет? Конечно. Ну, она не думала об этом. Может быть, близо этого. А почему? Потому что, когда она прыгнула, видно, зачем они там на глубоком месте это сделали? И она кверху-то как встала подниматься, это и головой ударилась об лед. А ее маленько снесло, ну, маленько, полметра. И она уже подо льдом была. Она глаза-то зажмурила, нос зажала. Я настукнулась головой, дальше она уже ничего не помнит и не знает, ее повлакло. Река. Ну, можно было сделать, как вот монтажники, когда ходят, у них вот так пояс, надеюсь, застегивается, чтобы не давило-то. И специальная защелка такая, веревка, до двух сторон, ныряя на нее, вытащили бы. Безумие. Другого слова не нахожу. Полное безумие. Тут же дети. Что это ей дает? Кроме простуды ничего нет. Ну, бывает, там плавает в ледяной воде, моржами называется, закаляются, нужна и какая-то польза. Ну, тут-то другое. Они связывают это каким-то образом с христианством, с праздником крещения, а это никакого отношения не имеет. Слепота и глухота. Да. Да, ну, сейчас все чаще видно, что пастыри выступают и не благословляют на это дело. Ну, вот, я знаю, знакомые, отца Геннадия Фаста, кажется, они крестили ее зимой. Зимой лед там, река там, где-то нашли место. Так они ее там со всех сторон обвязали, за что держать-то ее. Дернули туда, погрузилась, все, и пошли домой. Ну, это-то прямо совсем никуда еще. Главное, если это было бы, как у нас, пруд там, озеро, вода стоящая, но это вода идет, река, ее, конечно, дернуло туда. Она, лодка была бы подводная у нее, она бы проломила кверху, а кого она лбом продавит? Когда по ней по льду уже машины ездят, там больше полметра толщина может быть. Я видел это все. Говорить бесполезно, потому что они как одурелые, ждут, лезут, давят друг друга. И когда воду берут, там, флягами качают, вода вся, освещенная, в этот день делается. Ну, мы берем, да, мы с собой путешествия брали. Остается мало, воды где-то хорошая, течет из крана, одолел ее. Мы проехали ведь от Тихого океана до Атлантического, около восьми путешествий было по стране, да за рубежом, да за рубежом два, и пили везде сырую воду, и никто не заболел, ни три человека, ни собака. Это вы добавляли туда освещенную воду, да? Все время, в кипященную везде добавляли, везде. Когда пили, я вот дома, у меня там с глазами, тут я прожег их глаза-то, и уши, я каждое утро, ночью встаю в три часа, маленько перекрестил крестом в этой воде, и все, где у меня болит, я смазал, я верю в это, это помогает. Моя вера. А без воды, и без воды верю. Вот так принято, и все, А освещенная вода, освещенная, которая в крещении, и просто освещенная, какая разница? Различие есть какое-то? Никакой. Благодать от та и другая, от Духа Святого. Ну, там агиасма, вроде одна больше, другая меньше, нигде в Библии об этом нету, ни одного слова. Вот и все. А об освещенной воде хоть одно слово вообще есть? Какое? Об освещенной воде вообще есть слово? Ну, вот это освещали, как оно там в Ветхом Завете-то было. Тоже омовение было, а там миг вот это. Ну, приравнять к новой эры, не знаю. Никогда я об этом даже и не думал, и мне это не надо даже. Вот в серке освещают там, ну, бывает, во сводосвятие. У меня вода все время с собой святая, куда бы я ни поехал. Я верю в это. С собой просворы. С молитвой усил. И вера это во Христа Иисуса, молитва к нему. Она помогает мне. Я не болею. Вообще не болею никак. Ну, там вот я не слышу, но это не болезнь, это организм износился. Ну, вот, а когда Иоанн Креститель крестил, погружал, это вообще было известно иудеям, что это он делает? То есть это не что-то новое он вел? Нет, не новое. Иоанн Креститель крестил для того, чтобы показать на грядущего за ним. Только в этом. Прощение, это не давало крещение. Оно называлось крещение, это погружение. Но это признание в грехах перед Богом, покаяние. Но прощение только в жертве Иисуса Христа, в его крови. А иудеи-то знали об этом до этого, до того, как креститель? Они знали, что был у них такой обряд или еще что-то погружаться в воду? Крещением не называлось. А омовение постоянно книга Левит об этом говорит. Там сосуд какой был, что с ним делать, если попала мышь туда и прочее. Если там истечение стучилось из тела, ну, а вода, вода очищала. Какая она была там вода, про это нигде не написано. Но были источники такие, которые они, видимо, посчитали святыми. Ну да, было вот как, где ангел сходил в воду. Да. Омывались. Понятно. Ну, тогда все понятно по этому вопросу. Меня нисколько это не трогает. Почему? Я ее употребляю каждый день. Ночью, когда встаю, часа три с чем-то, я уже на ногах. Я сразу там беру, сколько на ладошку вот так маленько там капну, глаза протрую, а уж когда-то днем может ополоснуть. И где у меня болит, так я тоже. Кошки бывают что-то, я на кошек брызну. Не работает компьютер, я пальцы обмахну и там протру маленько. Да. Я сейчас тоже в час ночи встаю. У нас молитва, как это началось? Мы читали, я начитывал Златоуста, и Златоуст там про ночную молитву. А с нами человек слушал, и меня человек 15. Ну и нас так этот проповедь Златоуста так задела всех, а он про ночную молитву начал говорить. И мы говорим, давайте организуем ночную молитву. И все, давай, давай, давай. И в час ночи мы договорились, что мы по одной славе читаем 118-го псалма. Мы встаем, три святое, и одна слава 118-го псалма. И потом руки поднимаем, и все это вместе 7 минут занимает. Так это вы сейчас по Москве. По Москве, да. У вас в этот момент утренняя молитва. И вот после этого я вдруг, я так как обычно потом спать ложился, а я после молитвы раз и спать не хочу. И думаю, надо дальше что-то делать. Ну и в итоге я так и не сплю до утра. А в итоге потом домой прихожу, и уже в 7 часов мне уже так спать хочется, и где-то в 8 я уже падаю. Все, ложусь, и опять в час на молитву, и опять больше не сплю. Если ты не дома, а где-то еще ездишь, да за рулем или как-то. Так что себя береги, иначе ты на ходу заснешь. Так я, да, вот я перед этим, где-то полчаса, перед тем, как выехать, засыпаю. Перед пол, потому что я тоже поехал, и смотрю, прям глаза закрываются, не могу. И надо, думаю, опасно. Вот если засыпаешь, и мало времени остается, вот так вот, как я сижу, откинься, не ложись, чтобы к голове вся кровь не уходила. Это намного меньше времени надо. И через каждые два часа хотя бы 15 минут. Вот так. Так я теперь жду, жду всегда ночью, потому что ночью мне никто не мешает. Жена спит, мать там спит, там все бабушки спят. Я спокойно работаю, спокойно вам пишу, и мне хорошо, я каждый день жду ночи теперь. Вот у меня такое и было. Вот сегодня забрали, говорят там, Оля, ну, отца в сыне, родился. А было ли такое? Все, никто руки не поднимает. Я говорю, я могу сказать, а кто? И говорю, Семенов, Вячеслав. Я как будто перешел в него, я теперь говорю, наказываю, найди себе такую же смену, если еще с тобой случится. Ну, я думаю, молю Бога, чтобы не при мне это было. Мне будет это очень тяжело. Да, Игнать Тихонович, я считаю, что я вот со сном даже сейчас, это вашими молитвами, я столько бьюсь вот со сном, и вдруг как отпустило меня, как, нашел я вот этот подход. Раз, и вдруг мне стало просто это делать. Кто же, ну, где-то, может, раз в 4 дня, раз в 3 дня я высыпаюсь, конечно, все равно. До утра просплю. Но время, вот в чем главное. У меня на работе очень сильно голова занята. Прямо продумывать надо мне, новое изучать. Я прихожу домой, я хочу даже почитать Златоуста, я его читаю, и сразу засыпаю, все, ничего не могу. Мне нужно на свежую голову. А это может только быть после сна. И вот в час встаю, уже свежая голова, и все хорошо. Да. Для работы ты уходи с трезвой головой. Для работы. Дома ты когда-то там заснешь, как я был, что не один раз нос расхвасил, а клавиатуру прям печатал, и во время печатания заснул, и клюнул. Потому что, если, говорит, до 60 лет человек спит днем, он укорачивает жизнь. А после 60 лет, если кто мешает ему лишний час прихватить, тоже укорачивает. Так что, у меня льгота. Ну да, у вас льгота. Ну все тогда, все понятно, с этим вопросом закрыли. Субтитры сделал DimaTorzok